Ола, мигасы, вечер, добрый, с вами Квантум, и добро пожаловать, это шестая часть фермы. Пятая часть фермы вышла только вчера, что вы со мной делаете? Для продолжения я попросил 45 тысяч лайков. Вашу часть договора вы выполнили, теперь моя очередь выполнять мою часть. Поэтому ловите шестую часть ролика. Теперь предлагаю набрать 55 тысяч лайков. Набираем 55 тысяч лайков, и я сразу же выпускаю седьмую часть фермы. Не забывай про подписки на канал, мы начинаем, серия тебя ждет очень насыщенная. Поехали! Вы закончили? Да. Все, сгружай, бомжара продавай это в магазин, мы заканчиваем контракт и идем спать. Посмотрим, сколько нам принесет наш витряк, и посмотрим, сколько нам принесет наша телега нашего салата. Все, бомжара, нафиг отвози. Все, все, я так и указал. Да, в супермаркет, только не перевели наш салат. Капец, комбайн грязный. И шумный. 80% выполнено, надеюсь, сейчас мы сгрузим и будет 100% выполнение. Ждем, пока бомжара привезет груз. Ты прожаешь, я думал, лагать начинает. Все, сцепай. Все, завершили контракт, теперь можно идти спать. Только почему-то на 80% завершен. А-а-а! Остальное же в этом прицепе! Получается, бомжара, выгоняй прицеп, оставляй на дороге, трактор загоняй сюда, пойдем спать. А, в этом прицепе. Да, в этом прицепе стальная кукуруза. Возможно, ты не знал, у меня есть телеграм-канал. Рекомендую тебе подписаться на него. В нем проходят очень важные опросы касательно фермы. К примеру, насколько по времени выпустить серию или сколько серий вообще выпустить. Ссылка на него будет в описании под роликом. Продолжаем. Мы идем спать. Сейчас вообще заживем, капец. Точно кипяткаш можно будет привести. Да. А ты сейчас прикини, у нас, короче, у нас заскалил. У, я технику не сдал. Да ладно, но за не так много техники. 43 тысячи. А, да, он. А, витрях, 60-10 должен был дать. Как, наверное, за аренду, это, наверное, за аренду нас сняли деньги. Че-то как-то мощно сняли, подожди. А, да, 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 за аренду, у нас денег же по факту не было. И там заренду сняли 30 тысяч. И еще всякое. Так, давай сейчас вообще полностью сделаем следующее. Полностью вернем кредит сейчас на все бабки просто. Еман, 725 тысяч. Все, 685 тысяч мы должны, у нас осталось 3 тысячи. Теперь самое страшное, нужно продать капусту и яйца. Сколько это все стоит, сейчас посмотрим. Чего? Мы же на декабрь собираемся. Что? Даня, вернись! Что? На капусту вернись! Что? Даня! Что? Даня! Нет! Что произойдет? Я же брал, сдал! Да бля! Сохранилось? Не сохранилось? Не сохранилось? Я спири запущу. Бляха, муха! Ты жесть! Думаю, колеса стоят, а прямо нету дуба. Что за бляху? Блин, это жестко было. Я кукурузу больше не буду ухерачить, поэтому. Пацаны, момент истины. С какого момента игра начинается? Я надеюсь, что дискуруза... А, нормально, кстати, все. Бомжар, кукурузу довести нужно только и все. А, ну... Я пока всю технику сдам, кроме прицепа. Это скам какой-то от ветряка, походу, если 60 тысяч не дадут. Доходы от недвижимости, 5000 евро. Че за бред? Что за бред? Он что, в год дает? Я не понял. Написано же в месяц было. Нет, вот 67680 евро в месяц. Производит электроэнергию, которая продается автоматически и приносит вам доход. Я себя теперь маму там чувствую. Что у нас за скамили, блин? Ну, а чтобы вас не рвало от злости, и с пеной у рта вы не сторчили комментарии о том, что доход зависит от силы ветра и сезона, я скажу, что я это знаю. И какое-то время мы еще будем удивляться, почему ветряк не дает нам денег. Потому как мы эту серию записывали разом. Продаем яйки. Ну, давай. Сейчас мы все продадим. Начнем с яйк. С яйк. С яйк. С тейтеком хотя бы. У нас 46 тысяч евро. Нам нужно отдавать бабки за ветряк, которые нам не приносят денег. Нифига, а что у меня все деревья в стробоскопе? Фиг знает. О, поставите на бюджет, пацаны, на баланс. Это ветряк сейчас можно еще один. А нафиг вообще ветряк? А еще можно сделать так. Е-ман! Это только яйца нам дали, пацаны, бабла столько. Яйца мы продали курочки, себя купили просто многократно. Мне же перим пшеницу возить. А это зеленый трактор, не наш, Дань. Что он тут стоит? Ну, потому что мы еще контракт не завершили. Потом зеленым трактором подгоним трактор салатом. Отлично, отлично. Хорошо, нам ведь до января спать нужно. На нафиг. Ну-ка. Попал вот куда-то. Плюс 3000. Так, бабки у нас есть, можно идти спать. Капуста в каком месяце самая дорогая? Я два месяца спим еще и все. Ноябрь, декабрь, январь. Ничего мы не сажали на поля, ну и пофигу. Все, спим, пацаны. Надо капусту продать. Прикинь, сколько капусты еще появится. Она продается автоматически. Это 60 тысяч пришло. Мы сейчас 34 тысячи дали уже. Но разгоняется. У нас 300к есть, это обалдеть можно. Сейчас будут еще бабки за то, что мы поспали, потому что как бы теплицы, вода 16 тысяч. А че блин, то 16, тут 30. Че происходит типа от количества ветра? У нас красный трактор только остался. Вот это беда нафиг. Не, нормально. Главное, что ничего не засыпано, да? Да, если бы тут засыпалось снегом, то мы бы вообще не заехали сюда. Нет, нужно бы расчищать типа. Ну, скорее всего. А, у нас два трактора. Еман, блин. Начинается самая жуткая операция. Это просто загрузить все это. Стер, это вообще трынгез. Еман меня поднимает. Мамут, очко мамута. Мне вообще ничего не видно. Почему, блин? Глаза открой. Погода классная, ситуация страшная. Глаза, гигиена, реально. Очень красиво. Хвай, давай, давай. Главное в горку затащить его. Не едет, не едет. Давайте все рука изгнили, пацаны, просто. Еману чили, дыра такая. Можно определить высоту погоды, это продажи. А, посмотри, там до, до, до зайти, можно. Я тебе говорю, что это чили такая. Еман, слышите, мы дом можем построить, конечно же. Вот, и стена есть. 84 тысячи литров осталось, пацаны. У нас в бюджете уже 400к, посмотрите. Давайте все сгидывать просто с этого прицепа. А, отпусти канаты вот эти, сейчас упадет тут все. Ооо, это все переворачивать сейчас надо. Все, короче, руками сгрузим, будет куда проще. Лагать вообще перестало, пацаны, с 500к, мы сейчас за ветрях паскет задим. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. А, ну, я клянилась, как-то страшно. Да, не стоишь. Да, не надо. А ну-ка, с разгончика сейчас. Блин, он сейчас прыгнет, упадет. А, ну, паруса все равно большая. Нормально все будет. А, все, что-то не бьет, вообще просто капец. А, ты все, опять колеса сдунешь? Да, пацаны, он бьет, он застрял. Короче, разгружаем руками, пацаны. А, что тут реально нам просто перенести остается, это ж не грузить, не складывать. Все, ломать не строить, как говорится, давайте реально. Это если бы мы таскали бы пешком от теплицы, это было бы жестко. А так тут перекидать, все, раз-два и все. Капец тут салат этого. У нас 500 тысяч уже. Ну, все, пацаны, теперь только перевернуть палеты осталось, и все. 700 тысяч. Мы даже не сможем в долг вернуть полностью. Не, мы сейчас один ветряк еще купим. Мы вернем, вернем 100%. А как мы купим ветряк, если у нас сейчас не будет 750 тысяч? А мы купим половина, а потом долг отдадим. Не, должна, должна быть. Мне кажется, дизайр лучше курятников купить, а блин, им зерно нужно возить. А можно кредит, а дешево плачево кредит, значит, можно еще взять сверху. Да трендец, мы с кредитом выразим когда-нибудь. Нет, а нам всего лишь 30 тысяч. Блин, лучше мы курятников поставили, честное слово, чем ветряков. Пускай мы с курятниками не надо возиться, а это пассивный доход. А я не могу больше брать кредит. Почему? Мы же выплатили бы эту часть. Нет, больше не дает брать кредит. Мы должны еще 725 тысяч. Может мы кредит вернем, пацаны, полностью? Я же верну. И спать пойдем? Вернем кредит и спать пойдем, типа с чистой совестью. Я не стою во втором ветряке. Я плюс тоже, хочу второй ветряк. Электричество это будущее. Ну мы можем есть еще продать, тут у нас яйца дома валяются. Давай на 25 тысяч яйца. Можем пару месяцев поспать, чтобы как бы теплицы наделали нам. Лучше поспим, нам сейчас дадут денег. Надеюсь, у нас сейчас будет 750 тысяч, и мы купим ветряк себе. Нам нужно купить дом нормальный, нам нужно обустроить территорию. Мы покупаем ветряки просто. Там похоже снега, ой, блин. О, 770 тысяч. Нормально это. Покупаем, ветряк покупаем. Все, идем ветряк покупать. Так, значит, куда будем ставить ветряк, пацаны? Рядом, ну рядом, как бы у них КПД будет низкая. Ты знаешь, как ветряки работать, нельзя друг с другом ставить. Поэтому они в ГТАшке друг рядом с другом. Да, один ветер будет другой. Можно сделать вот так. Поставил, пацаны. Еще он в другую сторону смотрит, который? Сзади. А, сзади. Ага. А действительно, зачем нам это поле? Давай, короче, усеем все ветряками. Все, поле ветряками, а денег мы где возьмем? Буду зарабатывать. Мы сейчас этот салат грузили полгода. Все, у нас есть ветряк второй. Можно идти спать, есть вода в теплицах. Посмотрим, сколько у нас будет дальше бабла. Трындец. У нас есть два ветряка. У нас есть курятник. Кстати, ветряк вижу прямо из нашего дома. Вон он справа, смотрите, зале. Посмотрим, сколько нам дадут два ветряка и теплицы. Поехали. Нормально. Нормально, Дань. Должна выйти в 600-ка, типа, плюс-минус. Бодра, 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 ребята, работаем. 82 тысячи. Мы закинем ее на кредит. Ну да, давай сейчас пока погасим кредит. Так, давай полностью оплачиваем на все. Мы теперь должны 645 тысяч. Ложимся еще спать. Отлично, живем. Чисто сли мы оплачиваем кредит. Кстати, Дань, а можем один год полностью проспать? И кредит полностью выпустили. Ну давай попробуем чисто год поспать. Посмотрим, что будет. По 101 тысяча. Хорошо. Блин, надо сейчас пойти к курям еды привезти, чтобы как бы кур, яиц еще давали попутно. Чтобы мы не просто так спали. 135 тысяч. Блин, бабла вообще на самом деле идет по фигне. Давайте я поставлю еще один курятник. На остальное мы привезем корм для курей. Насыпем им и ляжем спать. Купить. Я купил корм Дизари. Забирай его, загружай, жду тебя возле курятников. Мне кажется, чем больше курятников, тем лучше. Потому что курятники реально дают нам офигенно бабок. Блин, ну яйца огрузить хотя бы легко. Не то, что эту капусту долбаную. Есть. Еще один курятник, отлично. Давай сразу курей сюда завезем. Вези корм, насыпаем. Какие-то фиговые генераторы, может они не включены? Может так с тормозов снять нужно, чтобы они на полную катушку работали? Может у них реально ограничитель какой-то стоит? Они хотя бы в одну сторону смотрят. Может их заправлять надо чем-то? Конечно, блин, бензином ветряк заправлять нужно. Экологично. 4 500 насыпал им. Нормально, чтобы каждому хватило. Этим поменьше они в прошлом сезоне хавлим. Поменьше. Нормально. Салат по всему двору валяется. Я тихо откармливаю. У Дизарь же любимчики появились. Курей мы покормили, теперь давайте год, целый год спать, чтобы вернуть кредит. У нас вот так по 2 500 каждый месяц снимают процентов. Офигеть. Так подожди, так потом проценты должны увеличиваться вообще пойти? Ну. Смотря какой у тебя аннуитетный или дифференцированный кредит. О, 44 тысячи. О, неплохо, уже больше смотри. Да, только один витряк должен 65 давать. На секундочку. Зарь, у тебя что-то на ноздре застряло. Мы должны 485 тысяч кредита. Последние кредиты. Больше в эту каку, может быть, мы не залезем. Ну, не знаю, залезем, наверное. Все, мы не должны ничего. Мы выплатили полностью весь кредит. У нас больше нет кредита. Крова зеленая и небо голубое. Так хорошо. Чувствуешь, свобода пахнет как. Да, в полной груди задышать захотелось. Обалдеть. Что там по яйцам? У нас зато 2 ветряка, и мы за них ничего не должны. Яиц у нас много. И этих теплиц у нас... Они весь корс или куры? Чего, блин? Тигавы проглотитые. Конечно. Ну да, так-то год. Не, пацаны, короче, мы собираем бабла. Пацаны, собираем бабла, купим маленькое поле. И все это маленькое поле засажаем этими солнечными панелями. А сейчас возьмем ветряк. Как бы 8 этих панелей, это, считай, по стоимости 1 ветряк. После этого я решил поспать еще год. И вот результат. У нас тут двор преобразовался не то, чтобы немножко. Как бы сейчас зайдешь, посмотришь, скажешь, как тебе новый двор. Блядь, что ты, сука, тут построил? Ебать, что это за там хаус, блядь, великана? Это новый дом, посмотри, как тебе наш новый дом. Мы больше не спим в доме, а в вагончике. А где вагончик? Нет вагончика. Нахрена ты его убрал? Мы его продали. Так потому что ты либо вагончик, ты либо дом, Антон, выбирай. А что за гараж? Ну вот гараж еще есть. И баланс 450к еще есть. И плюс поле. Как наше поле поживает, кстати? Все хорошо. Не смотри на него, не ходя, но не убран. Блядь, нахуеть. Нужно мне было уйти, чтобы оно, блядь, сорняком дом подкрылось. Так ты посмотри на двор, зато, Антон, у нас есть гараж, у нас есть милые цветочки. Ты посмотри на поле, которое мы два часа делали. Нам это поле уже не нужно, ты понимаешь? Антон, самое главное, не ругайтесь. Теперь они нам за день все дают в среднем 30-60 тысяч. Хотя заявлено, что они будут давать 65 тысяч. И не написано, что цена будет варьироваться. Понятно, конечно, что там масоны всякие, мусоны, ветер дует сильнее и слабее. Нет, это логично, это вот сейчас. Ну конечно, цена будет варьироваться, здесь от ветра зависит все. Но типа игра пишет, что ты будешь стабильно получить, а нифига стабильно ты получать не будешь. Это нелогично, если ты будешь стабильно получать, в смысле? Еще раз, короче, смотри, у нас еще курятник добавился. Ебать курей. А, Соб, подожди, это теплицы. Кур, вот они. У нас есть 450 тысяч. И потому, я считаю, будет правильно. А, еще один ветряк, еб твою мать. Да, там два ветрика у нас. Я считаю, правильным будет сделать следующее. Купить мне трактор. Как бы я без трактора и... У тебя-то хоть трактор нормально тянет? Лужок и все тянет. А у меня он вообще ничего не тянет. Вот можно Fendit купить, кстати, трактор? У него сколько лошадей? У него 415. Слабенький, слабенький какой-то. На 517 лошадиных сил Fendit. Я думаю, он нормально выглядит. Ебан, жесть. Так, движок, значит, выбор двигателя. 517 лошадей. Вот, 517. Кто-то там паркур проходит, что-то звуки. У кого эти звуки? А что ты делаешь, Антон? А что ты делаешь на ферме с такими звуками? Бляха, муха, почти трактор потом. Ты где? Что ты делаешь после ветряка и нажимаешь на пробел? Что ты делаешь? Зачем ты яйца сюда... Ты дурак, бляха, муха. Ты на яйцах улететь хотел? Я понял, почему он теребил пробел. Это мурло хотело улететь наверх ветряка на яйцах. Ну ладно, я это сделаю, Антон. Я осуществлю твою мечту. А он сейчас звуком такой... Вот с таким звуком просто прыгал туда. Блях, я починю. О, я вижу лопасть уже. А что бы я себе под лопасть зайду? Не-не, не надо. Ты почти залез. Я наверху, Антон? Нет еще. А уже... Налево, налево сдвигайся, налево сдвигайся чуть-чуть. Сейчас. Я вижу его кромку. Все, давай, 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 ты выше. О, бляха, муха! Там на любительство произошло, какой-то он прозрачный. У него кепчеголовка прозрачная. Как мне слить, вызываем МЧС. А что ты сли с ним? Я боюсь теперь. Сейчас МЧС вам поможет. И пробел зашурудел у него. Просмотри на него. Я пока трактор покупаю, он шурудит пробелом. Налево, направо, посмотрите. А ничего не смущает, что прибавилось? О! Это наш дурак. Нигра себе вилла у нас. А почему я слетяко слышу? У меня, по-моему, интернет. Нифига себе, нифига себе вилла, ты слышишь? А сколько хорошей ты за это отдыхаешь? Сколько тут комнат? Слушай, так а мы можем комнаты еще... Нет, к сожалению, дом сдавать нельзя. Посмотри, у нас какой гаражный навес для техники, для прицепов появился. Я видел. Ладно на этот навес, ты зафигеваю с дома нашего. Так, это еще не все. Иди посмотри, тут дорога широкая стала. Понимаешь, дорога узкая была? О, нифига себе. Слушай, вообще было все по-другому. А где фургончик? Я даже не помню, где фургончик наш стоял. Вот здесь стоял фургончик, смотри. Посмотри. Антон, бля, хамох, вот ты полетел, не вернись. Почему вы это слышите, блядь? Да, да, вообще шикарно. Все, кипяток живет здесь. Не слышно? Нормально все? Нет, не слышно. Нет, кипяточек. Здорово тебе. Все, у нас есть кипяток, посмотрите. Какой милый пёсень. Назадите, поглажу, малыш, хороший. Оп, дурак. Абежал, он так и остался. По текстуру проваливается. Он упас на этого, блядь, оранжевого. Антона снес. Так. Так, ну что, тогда возьму себе вот этот трактор. Фендель, жалко покрасну. У тебя есть фиат. Я его с ТайТеку отдаю вообще-то теперь. О, СТайТек. Блядь, удачи, братан. Этот трактор сначало игры, блядь, ненависть. Так, подожди, блядь, 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 давай трактор. Ну как бы я принимаю подарок. Офигеть. Антон, посмотри, какой у меня трактор. А ну выйди, выйди, выйди. Офигеть. Ееееее. Это класс? Нет, это фендит. Ну выйди, 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 да, я посмотрю. Ехать он здоровый. Ща подожди. От пиро... Это мой трактор, фиглядь, ты его уже ушатал. Я случайно, оно зависло. От пиро лица это космолет, блядь, какой-то. От пиро лица? Обалдеть, тут кнопок много. Да, 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 он космолет, чисто. О, у него приборка, смотри, планшет тупо. Вот это бери. Стайтак, бери то же самое, я взял в аренду. Да, 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 сейчас возьму секунду. Стайтак, соболезную. Ну а что поделать? Ну я уже привык, что... А можно побольше плуг, да? Я, я, типа, справлюсь. Блядь, что это? Это плуг. Подожди, а как ты... Дай, подожди, что я возьму. Хорошо, там, там, сзади плуг, Антон. Ты зацепи свой плуг, потом я на поле тебе дам. А, мне маленький, да, надо взять? Да, маленький тебе надо. Вон, куда Антон поехал? Пусть построили с нами, вы вообще, нахуй, мы нужны. А я смогу, интересно, этот зацепить? Зацепить ты его сможешь, а вот поехать с ним ты не сможешь. На поле попробуешь с ним поехать. Поехали, пацаны, у нас новое поле, нам его нужно вспахать теперь. Эй! Прямо, прямо, да, вот, заезжай наверх, кто? А что, не перешь, Антон? Блин, да я тоже не пью. 38, 35, так, покажи мне, где наше поле начинается, я вот понять не могу, где наше новое поле начинается. Да вот, Антон, в принципе, это наше поле уже. Подожди, за срором? Да, вот смотри, вот сюда заезжаешь, вот это уже наше поле. Еман! Еману нагромный! Жанин, на самом деле, более или менее нормально, так, сейчас, а как там его включить? Ну, в принципе, что, нормально, ровненько почти получается, обалдеть, Антон, я еле еду. Да я, сейчас, сейчас доедешь, дай я попробую с ним проехаться. В обратную сторону поедешь. Если ты потянешь, Антон, я тебя такой же возьму тогда плуг. Я думаю, я его не потяну. Стой, ты. Пой, я отеду, да-да-да, я отъезжаю, отъезжаю, отъезжаю. Посмотри, Антон, на эту фигню. Бля, чейцы, нахуй. Как она называется? У нас больше. Опухоль, блядь, доброкачественная. Жесть. Едет он! Едет! Ну, как сказать, он едет, он... Бля, он вообще не едет! Нет, он едет, едет. Три километра в час, он букву сует. Вот, пойдет. Все, Антон, пошли пока, я пошусью. Стой, так, ты вот берись отсюда и тяни плуг туда, в ту сторону. Я пока форму колесу сдам. Давай, давай, швартуйся. Опа, зацепил, поехал. Опускай, опускай, опускай. Мне надо опустить его. Поехал. Ну, дай, по-моему, по-моему, что-то стоит на месте. Мне кажется, его можно обслуживать. О, подожди, у меня колеса прокручиваются. Видишь, чуть-чуть? О, еду, 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 подожди, разгоняюсь чуть-чуть. Да, блин, кузнечики по полю быстрее прыгают, чем ты едешь. Ну, все равно двигаюсь, двигаюсь. Не, стой ты, экзобей, отдавай его. Чтоб ты понимал, Антон, здесь такой уклон, что даже уже мне тяжело ехать. Просто там уклон еще больше будет. А это у тебя не самый большой трактор. Ну, блин, на 500 лошадей, Антон. Трандец там уклон, я просто здесь его визуально вижу, там какой-то адский просто перепад высоты. Да, я не знаю, как там будет. Там, наверное, комбайн только сборки будут съезжать нормально. Ну, это трендец. Тут уклон все больше и больше. Я уже просто не еду под эту гурту. Я еле заехал. А я еще такую дуру огромную тащу за собой. Нам нужно самое большое поле за всю нашу историю. Ты с ума сошел. Дай его хоть не он подравдаряю. Там, пострел, клон какой. Это что, откуда вы это вылазит? Ну, что ты делаешь? Что ты делаешь, блядь? Нет, блядь, ты горку взял, блядь. Серьезно? Да, это что, издалека это вижу. Блядь, я теперь пахать тут не могу. Ты издеваешься? Сейчас починю. Там, кстати, даже газон цвет поменял чуть-чуть. Да там травы, потому что нет. Все, теперь так, короче, ты захотел тут сажать, сажай нафиг. Все, не знаю. На кой хер ты поднял еще, блядь? Блядь, блядь. Блядь, блядь. Блядь, блядь. Аха-ха-ха-ха-ха. Ты, Свет, Антон, где пашу нафиг, блядь, плуг поднимает в небо. Да что ты пашешь, ты уже ничего не пашешь, блядь, ты пихтили все сломал. А что делать? Чини, давай ищи там другую кисточку, типа земля какая-то, я не знаю. А, ну есть идея на самом деле. Если ты сейчас уберешь... Подожди, попробуй проехать. Ты думаешь, трава поможет? Все хрен его знает. Что, траву посадил там? Вау. Работает? Он нам зафорсмачивал поле, стоит так. А что, подожди, что? А ну попробуй сейчас проехать. Да это не так самое большое поле будет. Да, я взял прыщ. Он, блядь, так это вот теперь, блядь, не ровно. Все, давай, короче, пахать, где можно пахать. Тут, блядь, опухоль, ебаная, блядь, теперь. Это не круто, блядь. Я не знаю, что с этим делать. Зайди в кисточки, там есть земля. У нас тысячи осталось. А. Блядь, еще и бабки потратил. А как нам сажать все теперь? Таким образом, я случайно сломал поле. Как его починить, понятия не имею. В седьмой части мы его все-таки починим. Это была шестая часть фермы. Как тебе ролик? Пиши в комментариях. Не забудь подписаться на канал. И наберем 55 тысяч лайков. Я сразу же выпускаю седьмую часть фермы. До скорых встреч.